Субтитры создавал DimaTorzok Период, который называется гнев Божий. Период, который по сути является частью суда Божьего над этим миром. Период, который очень тесно связан с событиями, которые будут происходить здесь на земле в последние времена. Разумеется, изучая 6 главу, мы с вами об этом говорили, активную функцию в этих событиях исполняет Мессия, пришествие которого в этот мир и ознаменовывает этот суд. И этот день часто называется на страницах Священного Писания «День Великий и День Страшный», что по сути является еще одним из названий для суда Божьего, ибо приход Мессии в этот мир и ознаменует этот суд. Я хочу обратить ваше внимание, о чем мы уже и говорили, что Йоханан на страницах этих глав называет Мессию Агнцем. Еще и еще раз это название повторяется. Почему? Потому что во время своего первого прихода на землю Мессия совершил то, что должен был сделать, дабы искупить людей. То есть он принес себя в жертву. И этим актом он не только помог нам, но и заслужил право, впрочем, право, которое было положено ему по наследству, но он его еще и заслужил, право судить этот мир. Именно поэтому, если говорить о первом его приходе на землю, это был приход для жертвы, второй же приход для суда и установления Царствия Божия, что неразрывно между собой связано. При этом важно заметить, и я многократно говорил эту мысль, что Бог, несмотря ни на что, продолжает быть верным своему завету, который он заключил с Авраамом и Израилем. Почему это так важно? Потому что в начале нашей седьмой главы мы с вами читаем вот какие слова. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я одного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». Итак, в наших стихах мы с вами видим ангелов, призванных вредить. И, разумеется, возникает вопрос, вредить кому? Если вы заметили, то в нашем тексте многократно повторяется 4, 4, 4, 4. Я говорил уже не раз в своих уроках, что цифра 4 на страницах священного писания символизирует весь мир, а не локально какую-либо отдельно взятую страну или нацию или территорию. Что в свою очередь означает, что действие этих ангелов должно быть направлено на всех людей, живущих на земле. При этом мы видим еще одного ангела, который по сути их останавливает. Текст нам говорит о том, что в руке этого ангела была печать Бога Живого. Я говорил уже многократно, что если Йоханнан использует тот или иной образ, взятый со страниц священного писания, необходимо знать не только, что именно он использует, или какой пророческий текст, может быть, он использует, но и почему он выбрал именно этот. И, разумеется, сейчас очень интересный вопрос, а почему именно печать Бога Живого так называется? Почему выбрано именно это имя Божье, а не какое-либо другое? Тут мы должны вспомнить, что Господь наш Бог не хочет смерти человеков. Он желает, чтобы люди обрели жизнь. И все его действия здесь на земле направлены именно на это. В том числе, если мы говорим с вами о завете, заключенном с Богом с Авраамом, это тоже был завет жизни, подобно как и завет, который мы заключаем с Иисусом. Результатом этого завета должна стать наша духовная жизнь. Я уже говорил многократно, что несмотря на отпадение Израиля, Бог продолжает быть верным своим обещаниям, данным Аврааму. И он действует в исполнении этих обещаний. Почему я именно сейчас об этом заговорил? Потому что дальше мы с вами читаем о тех людях, которые должен запечатлеть этот ангел. То есть о тех людях, которые, по сути, должны были получить защиту от вреда, которые должны нанести первые четыре ангела, которые есть суть начала гнева Божия. Далее мы с вами читаем вот какие слова. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. Итак, мы видим, что есть некая отсрочка, дабы суд или гнев Божий пока не начался. Прежде нежели, как мы с вами прочитали, не положим печати на челах рабов. И это не просто печать, а печать Бога живого, то есть символ жизни, который дает Бог. И, разумеется, возникает вопрос, а кто эти рабы и почему именно они должны быть запечатлены? Текст нам говорит прямо, это сыны Израилева. Тем самым подтверждая тезис о том, что Господь продолжает действовать по отношению к еврейскому народу, и его завет, его обетование, данное Аврааму, непреложное, они все равно должны исполниться, поскольку Бог продолжает оставаться, быть верным этому завету. И мы с вами читаем, что число запечатленных 144 тысячи. 144 тысячи человек, на которых поставлена печать Бога живого. Задача этой печати защитить эту часть еврейского народа, точнее сказать, сыновей Израиля, от грядущего гнева Божия. Почему? Мы с вами знаем, что в конце времен остаток еврейского народа должен уверовать в Мессию. Если быть более точным, две трети должно погибнуть, и одна треть еврейского народа, оставшаяся треть из всех колен еврейского народа, уверует, увидев пришествие Мессии. То есть эта печать защищает этих людей от гнева Божия, дабы они прошли этот период и могли в конце концов уверовать. Если же мы с вами говорим о цифре 144, то тут нужно понять вот что. Буквально ли это цифра, или она носит какой-то символический характер? Прежде всего хочу напомнить, что цифра 12, подобно как 12 колен или 12 апостолам, символизирует Божий народ, который и должен быть в Царстве Божьем. Именно поэтому мы с вами читаем, что из каждого колена запечатлено по 12 тысяч. Цифра 1000, в свою очередь, означает полноту. Мы с вами говорим, например, об этом тогда, когда рассуждаем о тысячелетнем Царстве. Царство тысячелетнее здесь на земле, это полнота Божьей власти в Царстве Его. Таким образом, цифра 144 тысячи может отражать полноту Божьего еврейского народа, который будет иметь возможность уверовать в Мессию во время Его пришествия. И как и говорит нам этот текст, из каждого колена по 12 тысяч. Далее мы с вами читаем вот какие слова. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что первым упоминается колено Иуды. Хотя, казалось бы, логично было бы упомянуть Рубена, который был первенцем у своего отца, и в соответствии с законами Древнего мира ему полагалась двойная часть. Но если мы вспомним историю Рубена и Иуды, то мы помним наверняка, что у Рубена было довольно много нелицеприятных поступков по отношению к его отцу, что в свою очередь вызвало гнев со стороны Якова. К тому же, и это, пожалуй, самое главное, мы должны понимать, что именно колено Иудина из дома царя Давида стало местом, откуда должен был родиться Мащеех. Именно связь с Мащеехом, пусть и грядущая, и ставит колено Иудина, по сути, на первое место в нашем списке. Второй момент, на который здесь обычно обращают внимание, связан с тем, что в перечне нету колена Дана. И на этот счет есть несколько теорий. Я хочу поделиться лишь тем, что мне близко. Почему? Потому что я нахожу этому подтверждение на страницах Священного Писания. Мы с вами знаем, что когда народ Израиля поселился в земле обетованной, они должны были жить в наделах, которые были определены им по жребию. По сути, для них это было определено Богом, и все колена так жили, кроме колена Данного. Мы с вами знаем, что колено Данного пренебрегло тем, что им было определено по жребию. Они переселились на север страны, поселились в горах. Сегодня эта территория называется Тель-Дан, что значит холмы Дана. Таким образом, они проявили пренебрежение к наследию Божьему. А мы с вами знаем со страниц Священного Писания, что Господь очень трепетно относится к подобным проявлениям. Именно поэтому вместо колена Данного упоминается колено Манасии. И мы с вами знаем, что Манасия, будучи первенцем своего отца Юсефа, по сути, был его наследником, и поэтому именно ему и достается место на страницах нашего текста. Тогда как колено Данного, проявившее хосыр и муна, как это называется в иудаизме, недостаток веры, просто из этого списка абсолютно исчезло. В 7 и 8 стихе мы с вами читаем вот какие слова. И из колена Семенова запечатлено 12 тысяч, и из колена Лемина запечатлено 12 тысяч, и из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, и из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, и из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, и из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Итак, 12 колен, из каждого колена по 12 тысяч, в сумме 144 тысячи, вся полнота еврейского народа. Это люди, которые запечатлены печатью Бога Живого, печатью, которая защищает их от гнева Божьего. Впрочем, это абсолютно не означает, что им не будет никаких страданий, поскольку мы с вами знаем, что подобно как и верующие в Иисуса, так и запечатленные из еврейского народа будут страдать от действий антимессии, который придет сюда на землю, но при этом запечатленные останутся живы, дабы, увидев мессию, они уверовали. Тут есть смысл сказать вот еще что. Во все века в Израиле были люди по-настоящему верные Богу, начиная, пожалуй, от Авраама. И когда Господь наш Мессия пришел на землю и стал проповедовать, первые его ученики тоже были евреями. И в первом веке по его приходу на земле среди верующих в него было довольно много евреев. И сегодня мы знаем абсолютно точно, тому свидетельствую и я, будучи евреем, верующим в Мессию, есть и другие, которых я знаю. Более того, я даже знаю, что среди тех, которые называют себя ортодоксальными иудеями, всему различных причин не могут рассказать, но есть верующие в Мессию. То есть мы можем сказать, что таковые были всегда, но при этом важно понимать, что таковых было очень и очень немного. И говоря очень и очень немного, я говорю по сравнению с тем, что произойдет тогда, когда Господь наш Мессия вернется на землю, и у еврейского народа откроются глаза, и они уверуют, как написано у Захарии, и возряд того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном первенце. Именно тогда, в тот момент, вся полнота еврейского народа уверует, несмотря на то, что это будет всего лишь одна треть из всех евреев, живших на земле в то время, остальные погибнут, но эти уверовав войдут в Царствие Божие, и таковых будет больше, нежели чем было верующих во все времена. И есть еще один вопрос, который здесь очень часто поднимается. А что же по отношению к тем евреям, которые умерли, будучи не веруя в Мессию? Есть ли у них место в Царстве Божьем? Ответ на этот вопрос никак. Как бы ни печально это звучало, для них такового места нет. В Царствие Божие может войти только тот, кто верует в Мессию. Когда Царствие уже начнется, и там начнут рожать детей, то эти дети, в свою очередь, в дальнейшем снова будут делать этот выбор, верить или не верить. Но первый момент сразу, как только Царствие будет установлено, войти туда смогут только те, кто уверовал. И как я и говорил на страницах Священного Писания, мы видим указание на то, что это будет только треть. Остальные погибнут в тех катастрофических событиях, которые произойдут здесь на земле. И надо заметить, что это не есть нечто странное. Ибо мы с вами, изучая Священное Писание, многократно говорили о том, что и из Египта вышла только пятая часть, на что есть намек на страницах Торы. И вышли только те, кто поверил, причем уже не только евреи и неевреи, которые поверили и помазали косяки дверей кровью ангца, имели возможность выйти из Египта. Подобным образом и в Царствие Божие войдут только те, кто поверили. Уже не имеет значения, будь то из еврейского народа или из язычников. Но мы сейчас больше говорим о еврейском народе именно в силу того, что здесь в нашей главе именно об этом идет и речь. Начиная со следующего стиха, начинается новая тема, которую можно назвать так, благословенная наша надежда восхищением. Я немножко сегодня скажу об этом, но более подробно о том, что это такое восхищение церкви верующих в Господа. Мы будем говорить уже в другой раз. Девятый стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояли перед престолом и перед ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». После того, как еврейский народ был запечатлен, Йоханан увидел видение, в котором огромное количество людей из разных племен, народов, языков, я бы даже добавил, из разных времен. И всех их объединяет одно, что они стоят перед престолом ангца, Господа нашего Иисуса Христа. То есть это означает, что они верующие, ибо они участвуют в поклонении Ему. У всех из них мы видим признаки того, что они получили белые одежды, которые, как я и говорил, даются по заслугам. Напомню, эта тема многократно звучит в наших уроках. Если спасение мы обретаем даром по вере, перед нами открываются двери Царствия Божия, то награды в Царствии мы получаем в зависимости от того, какие дела через нас делал Господь в этом мире. И тут важно понять, несмотря на то, что, безусловно, сегодняшняя центральная тема происходящих событий – это суд Божий, но суд – это не только обвинение и наказание, не только вынесение приговора о том, кому какое наказание положено. Суд – это еще и оценка, которая приводит к вознаграждению. Если людей, не верующих после суда, ждет наказание, то верующих в результате этого суда ждет награда. И главная награда, о которой я сейчас говорю, это возможность поклоняться Богу Живому. Обратите внимание, они стоят перед престолом Агнца, и опять Йоханнан не случайно берет именно это обозначение Мессии, и они стоят с пальмовыми ветвями в белых одеждах, которые они получили в награду за свое служение. Пальмовые же ветви для еврейского народа – это прежде всего люляв. Этого слова нет в других языках, поэтому, на мой взгляд, на греческом написано просто пальмовые ветви. Для евреев же хорошо известно, что люляв – это инструмент, который состоит из четырех растений, с помощью которых мы совершаем определенные ритуальные молитвы во время празднования праздника Кущей. Ибо есть очень тесная связь между праздником Кущей и грядущим Царством Божиим. И при этом во время этого празднования мы вспоминаем то, как мы жили в пустыне. Почему? Потому что в пустыне еврейский народ долгое время жил из-за недостатка веры, хос-ры-муна, как это называется. Именно из-за недостаточности веры мы не вошли в землю обетованную тогда, когда Господь нас для этого готовил. И это привело к тому, что путешествие по пустыне заняло еще 40 лет. И я уже говорил, из Египта вышло только 20% еврейского народа, которые проявили веру. Но если вы задумаетесь, то из них в землю обетованную вошли только двое, если не считать детей, которые выросли в пустыне. Получается, что и из этих 20% только у двоих человек хватило веры, дабы войти в землю обетованную. Плюс, разумеется, те, которые, живя в пустыне, научились доверять Богу. Почему это так важно? Мы должны понимать, что в Царстве Божие, и эту мысль я повторял многократно, и буду еще повторять, входит только верующие. Только верующие, живя здесь на земле, имеют возможность принять жертву Мессии, и благодаря этой жертве на том суде, который будет здесь на земле, вместо наказания они получат награду. Именно поэтому есть очень тесная связь между Царством Божиим и праздником Суккот, но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, Машеих. Аминь. Друзья, хочу предложить для всех желающих книгу Баруха Корман «Царь грядущий». Эта книга посвящена тысячелетнему царству. Ее вы можете заказать в электронном виде абсолютно бесплатно, написав нам на наш электронный адрес. Да благословит вас всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok